В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о ведомственных проверках, громких арестах, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самарской области прокуратура обнаружила скотомогильник, который нарушает права жителей на благоприятную среду. Неправильно оборудованное кладбище домашних животных расположено в селе Семеновка Нефтегорского района. Там отсутствует навес над ямой, куда скидывают трупы животных. Нет помещения для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря и спецодежды. Отсутствует глухой забор. Сотрудники надзорного ведомства направили представление в адрес главы села. Сейчас акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. Нашли по особым приметам. Татуировка в виде змеи помогла полицейским задержать грабителя. По версии следствия, в одном из домов на улице Революционной мужчина зашел в лифт с девушкой и, угрожая ей ножом, отобрал 1500 рублей и сотовый телефон. После чего скрылся. При опросе девушка рассказала полицейским, что заметила на руке своего обидчика татуировку. Как оказалось, мужчина, внешне похожий на злоумышленника, попал в объектив камер видеонаблюдения, расположенных во дворе. В результате оперативники задержали жителя Самары, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков, грабеж и разбой. При обыске полицейские изъяли у подозреваемого нож и похищенный сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В двух районах Самары нелегально продавали алкоголь. В Кировском закон нарушил владелец магазина на улице Ташкентской. Он продавал спиртное, не имея на это разрешения. В Советском районе интерес полицейских вызвал киоск, на который жаловались жители. Как выяснилось, его хозяйку уже не раз привлекали к ответственности за незаконную продажу алкоголя. То, что запретной продукции здесь нет, женщина доказывает до последнего. ДТП с участием экскаватора произошло на пересечении Победы и 22-го портсъезда в Самаре. Очевидцы выложили в сеть фото с места аварии. Там столкнулись экскаватор и маршрутка. Автобус двигался в сторону площади Кирова, а экскаватор поворачивал с 22-го портсъезда на Победу. В результате ДТП стрела экскаватора пробила дыру в крыше маршрутки и оставила длинную вмятину. По предварительным данным, пострадала одна из пассажирок. У нее травма головы. А в этом случае аварии удалось не допустить. Жители Сызрани, который предположительно сел пьяным за руль, помогли задержать активисты ночного патруля. Водителя ВАЗовской десятки заметили на улице Шухова. Вскоре полицейские остановили автомобиль. За рулем сидел мужчина 30 лет. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Как удалось выяснить, полицейским задержанный уже был замечен нетрезвым на дороге. Два года назад привлекался к административной ответственности. Теперь ему может грозить уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. В Самаре задержаны двое мужчин, которые обналичивали деньги. В управление экономической безопасности поступила информация о том, что двое местных жителей занимаются незаконной банковской деятельностью. Они разработали схему, позволяющую им выводить средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги. Деньги уходили на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались обратно клиентам. Было проведено 11 обысков, из которых 10 в жилых помещениях и один обыск в офисе, который снимали подозреваемые. В ходе обысков были изъяты документы, изобличающие преступную деятельность задержанных. Подозреваемые были задержаны при поддержке бойцов СОБР. По предварительным данным, злоумышленники получили доход в размере более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. Подпольную лабораторию по производству наркотиков обнаружили в Самаре. В изготовлении амфетамина на дому подозревают местного жителя. Предположительно, 25-летний мужчина арендовал квартиру в поселке Мехзавод, где развернул незаконную деятельность. При обыске полицейские изъяли оборудование и реагенты, необходимые для создания наркотиков. Нашли и почти 100 граммов амфетамина, уже готового к употреблению. Свою вину подозреваемый признал. Сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. В руки правосудия попал и продавец наркотиков. Запрещенные вещества обнаружили в квартире у 27-летнего жителя Самары. Когда полицейские наведались к нему домой, мужчина попытался смыть наркотики в канализацию, но не успел. Оперативники изъяли упаковки с растительным и порошкообразным веществом. Экспертиза показала, оно синтетического происхождения, общей массой около 3,5 килограммов. По версии следствия, мужчина, который нигде не работает, намеревался продать наркотики. Откуда он их взял, сейчас выясняется. Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова